Девушки отдыхают Я представляю такую науку как социобиологию Социобиология Наука, которая изучает взаимоотношения социальные и биологические вставляющие человека Я с позиции социобиологии рассматриваю наше сегодняшнее время Любой организм имеет паразитов 2,5 килограмма нашего веса – это наши сожители Любая экологическая система имеет паразитов Вот мы видим в деревьях здесь, так сказать, караеды и так далее Но в нормальной экологической системе все это сбалансировано Когда нарушается иммунная система организма, паразит выходит и активизируется Социальная система выросла из биологической Существует паразит Ну это Дуглас Рид, конечно, все читали Генри Форд описывает, как в 2,5 тысячи лет в человечестве существовал паразит Ну по-разному называли там Жедомасонство, мировая закулиса и так далее Но он существует Когда нарушается некая система организации общества, паразит активизируется Возникает мировая война Вот сейчас период такой глобального заболевания Когда вот этот вот паразит, который сопровождал 2,5 тысячи лет человечества, вышел на поверхность Итак, я хотел бы вот о чем рассказать Рассказать о проблеме времени Проблема, которая имеет отношение и к уфологии, и к моим занятиям снежным человеком, и к прикладным задачам О том, что такое время Ну и походу, значит, сказать, как вот Мое многолетнее знакомство с Николаем Александровичем Козыревым Он был друг нашей семьи Все праздники всегда с ним проводили Ну вот я решил издать память и его книгу Которая стоит как бы из научной и чисто художественной части Тоже об этом хотел бы немножко рассказать Значит, что такое время? Что такое время? Философы довольно много занимаются этим вопросом Если вы откроете философский словарь Ну, там будет написано, что это некое условное понимание последовательности событий На самом деле, это, конечно, не определение И однозначного определения до сих пор ни одна область науки и философии не выработала Существует такое представление, что это четвертое измерение В котором находятся все объекты Триометрический объект измерения и одно временное измерение Однозначного определения вообще говоря нет Хотя к пониманию того, что такое время Разные специалисты, разные ученые подходили с разной точки зрения Ну, в частности, изучение циклических процессов в физическом, биологическом мире Это тоже подход к пониманию того, что такое время Здесь можно вспомнить работы Вольфа, астронома немецкого Работы Чижевского, которые, опираясь на работу Вольфа, создал представление о циклике солнечной активности Связал его с биологическими и социальными процессами Работы Кондратьевых, Николай Дмитриевич Кондратьев Ученый, который в 1938 году, в 1930-е годы создал учения о циклике в природе, в обществе, в экономике За что, по приказу Сталина, был расстрелян И в какой-то степени эти работы продолжил его однофамилец Кирилл Яковлевич Кондратьев С которым были знакомы, он был однокурсник моей мамы Помогал немножко мне по жизни Вот он разработал учения о циклике геофизических процессов Ну и достаточно аргументированно проверк вот эти мифы, которые идут из римского клуба О глобальном потеплении, о зоновых дырах и так далее И просто показал, что речь идет о циклических процессах, которые связаны с энергетикой Солнца С энергетикой тех процессов, которые происходят внутри Земли В частности, в земном ядре, а вовсе не с деятельности человека К пониманию того, что такое время уже с физической точки зрения Подходили ученые еще конца 19-го, начала 20-х веков И в частности, вот таких можно вспомнить имена, как Лоренц, Пуанкаре Некоторые другие ученые, которые, может быть, не дали однозначного определения времени Но которые попытались рассмотреть вопрос о том, управляемо ли время, управляемо ли ход течению времени Известны преобразования Лоренца, который ввел вместе с Пуанкаре Представление о том, что самая большая скорость достижимая на Земле Это скорость света И при приближении к ней начинаются определенные процессы в физическом объекте В частности, меняется его масса, меняются его геометрические формы И замедляется ход течения времени Ну, впоследствии работы Лоренца, работы Пуанкаре, Минковского Дали основу того, что впоследствии получило не очень удачное название теории относительности Ну, к сожалению, она превратилась в инструмент политики Но сейчас, к сожалению, мы видим, что очень часто научные взгляды Причем искаженные научные взгляды превращаются в инструмент реакционной политики Ну, вот в этой связи можно вспомнить мифа Эйнштейна, о котором я уже говорил И отклики на эти мои выступления довольно многочисленные в интернете Что когда супруга Эйнштейна сделала скверный реферат работ Пуанкаре, Лоренца и Минковского Он попал в поле зрения определенных метических сил Его раздули определенным образом, что замедлило развитие физики на много лет Ну, только несколько, так сказать, примеров приведем Как, почему эта, вообще говоря, схема не является на сегодняшний день Теорией не является даже гипотезой Когда Лорен создавал свои преобразования Он исходил из того, что существует некая абсолютная система Сейчас опускается Лоренц исходил из того, что существует некая абсолютная система отчета Относительно которой движутся все материальные объекты И в конце 19 века было представление о мировом эфире Если это представление действительно справедливо Тогда можно объяснить максимальность скорости света Ну, так же, как, скажем, мы, когда здесь сидим, воздуха не ощущаем Но уже двигаясь на автомобиле мы ощущаем довольно серьезный поток воздуха А ракеты просто вообще не могут двигаться близко около Земли с космической скоростью Потому что воздух превращается уже для них в непреодолимое препятствие Значит, если допустить, что есть некая субстанция во Вселенной То по мере ускорения движения Объекты наталкиваются на все более и более серьезное сопротивление стороны мирового эфира Что может привести к деформации Ну, к изменению некоторых физических свойств И физических процессов, которые происходят в этих объектах Но так или иначе, все преобразования Лоренца Они опираются на идею некой абсолютной субстанции мирового эфира Идея, которая, опытные Миккельсона, Море и некоторые ученые Была в конечном итоге отвергнута То есть существование того, что называем теории относительности Оно опирается на отсутствие мирового эфира И никак объяснить изменение свойств при приближении скоростям света невозможно Ну, некая абсурдность теории Она иногда объясняет тем, что наш здравый смысл работает в вполне конкретных условиях В вполне конкретной ситуации И, соответственно, он не может отражать процессы, которые происходят в масштабах Вселенной И в скоростях близких к скоростям света Тем не менее, в полной мере отвергнуть здравый смысл невозможно Ну, почему, скажем, если два луча движутся навстречу друг другу Скорость каждого луча равна скорости света А их относительность скорости тоже равна скорости света А не удвоенной скорости света Ну, это, вообще говоря, вопрос совершенно абсурдный Ну, или еще более абсурдный вопрос Если говорить о теории относительности Собственно, она опирается на два положения Первое – максимальной скорости света для всех объектов И второе – это положение галилеевской и ньютоновской механики Все системы отчета во Вселенной эквивалентны Тогда возникает такой вопрос Ну, вот мы, я думаю, многие из нас читали фантастику Еще помним энтузиазм 60-х годов Когда писали о том, что вот скоро полетим на другие звезды Придумывали фотонный звездолет, который оказался совершенно неуполнимый Сейчас эти ученые считают, что никаких технических возможностей достичь других звезд нет Но там вот обыгрывалась идея о том, что в движущемся звездолете время замедляется На Земле проходят десятки, сотни, тысячи лет А то космонавтов проходит там только несколько лет Придумали идею набиоза, невыполнимую для человека Ну, бог с ним, с набиозом Ну, то есть возникает противоречие уже исходным положением того, что называется теория относительности Все системы их увольняются То есть таким же расчетом, таким же учетом можно сказать, что взять за точку отчета космический корабль Вот, тогда окажется, что движется Земля И тогда время должно замедляться на Земле А на корабле оно, наоборот, будет идти невзамедленном и ускоренном виде То есть здесь мы сталкиваемся просто с серией запрещенных вопросов Ну, есть запрещенные вопросы и в науке, и в философии, и в богословии Ну, скажем, нельзя у священника спросить Может ли Господь сотворить такой большой камень, что и сам не сможет его поднять Запрещенные вопросы У социологов коммунистического периода, скажем, был запрещенный такой вопрос Если человеческая сфера развивается, какой будет социальный строй после коммунизма? Запрещенный вопрос, нельзя задавать Но в физике же не может быть запрещенных вопросов То есть здесь возникает целый ряд таких неувязок и вопросов, которые просто запрещено задавать Значит, это речь идет о том, что теория, вообще говоря, не работает Еще один момент стоит в том, что пространство, окружающее в нас мире, определяется, согласно физике, действием двух полей Электромагнитное и гравитационное В интерьерных объектах работают еще поля сильных слабых взаимодействий Электромагнитное поле действительно распространяется со скоростью, равной скоростью света Гравитационные воздействия, как призвано, собственно, всей физикой и астрономии, распространяются быстрее, чем скорость света Как это увязать с постулатами теории относительности? Да никак не увязать Ну, где-то в последних своих высказываниях Эйнштейн сказал, что гравитации не существует, существует скривление пространства Ну, это вообще, говоря, напоминает набор слов, которые абсолютно, так сказать, ничего не разъясняют И еще, ну, вот когда я смотрел в интернете, какие концепции 20 века оказались наиболее плодотворны Наряду с теорией относительности была приведена теория большого взрыва, которая была выдвинута Фридманом Ну, говорят, есть письмо где-то перед смертью, он написал, он недолго прожил, что он просто пошутил И наиболее серьезный математический аппарат тут разработал русский ученый, живший в Америке, Георгий Гамов Он, так сказать, математически описал возникновение Вселенной из единой точки Идея действительно казалась конструктивной, но мне, как биологу, достаточно импонирует развитие биологическое этой идеи Работы Ричара Даукинса 1974 года, который предположил, что в момент большого взрыва появилась и жизнь И тем самым снял вопрос о происхождении жизни Но здесь возникает еще один вопрос По всем расчетам, которые следуют из теории Фридмана Гамова В момент появления Вселенной скорость разбегания галактик не просто превышала скорость света, а превышала в триллионы раз И как-то совершенно непонятно, как одна концепция увязывается с другой То есть получается, что есть какая-то реальная физика, которая отражает процессы в окружающем нас мире Которая позволяет делать атомные бомбы и другие более или менее полезные вещи И есть физика совершенно оторванная от реальности, где просто речь идет о каких-то логических упражнениях ничем абсолютно не подтвержденных Которые никак не разъясняют фундаментальные проблемы существования Вселенной, никак не разъясняют существование времени Кстати говоря, вот в этой книжке «Дебрях времени» я попробовал вывернуть на незнанку теорию Фридмана Гамова То есть допустить, что на самом деле не из единой точки произошла Вселенная А Вселенная – это совокупность темной материи, в которой периодически возникают полости Ну, наподобие кавитационной полости в воде, которые заполняются веществом И самое интересное, все формулы совпали То есть когда я вывернул на незнанку всю эту теорию, все равно оказалось, что все работает То есть можно упражняться логически здесь и дальше Но, так или иначе, это никак не содействует возможности углубления в понимание времени И понимания физических его основ И вот, как мне представляется, может быть, дальше всего в этом отношении продвинулся Николай Александрович Козырев Большой друг нашей семьи Недавно я с его сыном встречался Сыновья тоже люди интересные Хотя, как обычно бывает, у гениальных людей сыновья не гениальные, а просто умные Который в свое время был репрессирован Ну, когда я читаю курс истории науки Ну, читал, теперь меня выгнают с университета Я как раз с ужасом каждый раз понимал, что практически все крупные ученые в советский период, в период Сталина, были репрессированы Кого-то свечи уничтожали, кого-то сажали только Ну, Козырев отсидел 10 лет в тюрьме В среднем там жили 3 года Ну, был условно амнистирован, поэтому смог создать свою теорию Ну, я помню его рассказы, достаточно внимательно читал его работы Ну, с вашего позволения, я, может быть, такое сделаю сейчас небольшое художественное отступление А потом уже перейдем к чисто научному моменту Ну, вот я просто записал его рассказы с комментариями его сына Как конкретно он подходил к созданию этой теории Фрагмент называется «В камере смертников» Тяжелая дверь камеры глухо заклопнулась Свет слабой электрической лампочки осветил двухэтажные нары С которых безмолвно смотрели небритые, отрешенные лица Им было наплевать на вновь прибывшего Им было наплевать на все, потому что жизнь на них кончилась Николай Хмуро поприветствовал новых сокамерников, которые не удостоили его ответом Уселся на свободный край Нижних Нар, задумался Почему он, законопослушный гражданин, уже успевший немало полезного сделать до страны Оказался врагом народа, троцкистом, даже не понимая, что такое троцкист Почему он подлежит высшей мере социальной защиты Тут окошко в двери камеры приоткрылось, показалось, впитая в зеноме надзирателя Задумчиво окинуло взглядом к камеру Когда? – раздался злобный голос с верхних над Уж извините, – ответствовал с каким-то обреченным юмором надзиратель «Вас много, нас мало, расстрельщиков не хватает, придется подождать» «Сколько?» – отвечает на вопрос у него полномочия В лице надзирателя меркнуло что-то человеческое, отдаленный отблик нахерных чувств Непонимание происходящего и страх, что ему, человеку служил ему, придется отвечать за что-то ненормальное, что сейчас делается Может, когда-либо придется кому-то доказывать Лично я никого не расстрелил Надзиратель исчез, а в камере вдруг потеплело Взрешенное окно прорвался живой луч солнца, даже показалось, что немного потеплело «Интересно, сколько энергии испускает солнце?» – задал сам себе вопрос Николай Вопрос, казалось бы, совершенно неуместный в данной ситуации А может, уместный? Может, в поиске ответа позволят не сойти с ума, сохранить уплывающий вроде никому не нужный разум? Николай окинул взглядом молчаливых сокамерников У этого глаза светятся безумия, у этого вообще не светятся, он уже доходяга Ему все безразлично, наверное, до расстрела не доживет, заснет на нарах и не проснется «Но я еще живой?» – сказал сам себе Николай У меня есть последняя научная работа в моей короткой жизни Итак, сколько излучает солнце? Попробую вспомнить некоторые цифры Земля получает в год 5 триллионов лучистой энергии Половина идет на испарение океанов, остальное поглощается воздухом суши Какова площадь сечения Земли? Засчитаем, кажется, 123 миллиона квадратных километров Теперь рассчитаем внутреннюю поверхность воображаемой сферы окружающей Солнца на расстоянии радиуса орбиты Земли Кажется, Земля отстоит от Солнца на расстоянии 150 миллионов километров Рассчитываем внутреннюю поверхность шара Увлеченный умственной работой Николай чуть было не забыл, где и для чего находится Лицо порозовело, сокамерники стали поглядывать на него с удивлением У кого-то из них на том, что заменяло ему лицо, появилось подобие улыбки А Николай продолжал возбужденно решать придуманную задачу Энергия Солнца вроде посчитана, откуда она берется? Из ядерного распада, перегорания водородов гелий Масса частично превращается в энергии В соответствии с формулой, ставшей в последнее время очень знаменитой Е равняется МЦ квадрат Боже! Махнул рукой Николай, не хватает цифр Он взглянул на лучик Солнца, пробивающийся сквозь зарешоченное окно И, наверное, первый раз в жизни стал горячо молиться Нет, не о жизни, жизнь, похоже, кончается О том, чтобы Бог дал ему возможность закончить последнюю в его трагической судьбе научную работу Помолившись, движимый каким-то толчком встал, подошел к двери камеры Навстречу ему открылось окошко, притянулась рука с книжкой Николай схватился за нее, справочник по астануле Окошко затопнулось, бесценная книжка в руках Николай на щупу в кармане огрыз в сандашах, плачок бумаги Стал выписывать нужные цифры Потом погрузился в расчеты Устроился на нарах с возможным удобством Оперся на стену и неожиданно для себя заснул Такого давалось здесь не всем Ночь пролетела, как один миг Снились формулы и что-то напоминающее решение задач Подъем! Грянул голос очередного надзирателя, вкатившего тюрешку с тюремной баландой Народ неспеша потянулся к алюминиевым мискам с неаппетитной жиждой А это откуда, спросил надзиратель, увидя на нарах справочник по астрономии Не знаю, честно ответил Николай Наверное, привлокли к тюремной библиотеке Ладно, читайте, пока живы А впрочем, кто вы по специальности? Астроном Тогда нельзя По специальности читать не допускается Придется изъять Бесценная книга ушла из камеры Но все цифры, необходимые для расчетов, Николай уже имел Ну, это маленький фрагмент Значит, чем дальше кончилось? Ну, когда Курчатов получил от Сталина неограниченные полномочия И гигантские деньги Первое, что он сделал, послал своих людей по лагерям И они стали вытаскивать физиков-ядерщиков И по эту марку выходили просто образованные люди Но как-то получилось, что почти все ведущие ученые находились в тюрьме Козырев не имел отношения к астронной бомбе Но потом его, как физика, все-таки освободили Через 50 дней после возвращения он защитил докторскую диссертацию Полностью продуманную еще в камере Ну, тогда КГБ немножко замаливало свои грехи И давало зеленую дорогу репрессированному ученому Значит, в чем суть его теории? В какой-то степени он воскресил идею мирового эфира В известной степени Но воскресил на новом уровне Ну, вот как он понимает Вот какие основные положения его теории Значит, положение первое Время – суть физическая субстанция Наподобие поля Есть гравитационное поле, есть электромагнитное поле И есть поле времени Второе положение Время существует во всей Вселенной Третье положение Прошлое, настоящее и будущее существуют одновременно Четвертое положение В известной степени возможно предсказывать будущие события Пятое положение стоит в том, что соотношение Гайзенберга не отменяется И все предопределения носят, вообще говоря, размытый характер Ну, иногда он это иллюстрировал примером князя Олега Вещева Которому, как известно, предсказали его судьбу Предсказание не сбылось Но что-то похожее все-таки произошло Ну и, так сказать Вообще-то говоря Все-таки Козырев, ну, может быть, потеряв часть жизни И умер он как-то тоже странно Одновременно с ним его соратник умер Некоторые говорят, что он слишком далеко проник И, так сказать, некие высшие силы остановили Хотя, конечно, чудес не бывает Но, по большому счету, конечно, теория до конца не доведена Я помню, значит, еще был тогда студентом Он как профессор выступал с лекциями в доме ученых и так далее И мы часто задавали один и тот же вопрос Хорошо, допустим, вы нащупывали новое физическое поле Но почему вы называете его полем времени? Он имел возможность красиво ответить, но никогда не убеждал аудиторию Он закострировал приборы, которые реагировали на будущие процессы У меня дома тоже воспроизведен такой прибор Он предсказывает выбросы энергии Он наводил свои приборы на удаленные космические объекты И приборы показывали ситуацию на данный момент То, что мы видим ночью, это прошлое На нас находит свет, который был излучен звездами Годы, десятки, тысячелетия назад Его приборы показывали, что сейчас находится в той или иной точке Вселенной Но такого однозначного все-таки объяснения он, вообще говоря, не смог Теория имеет два основных аспекта Аспект информационный и аспект энергетический Поэтому, если Козырь говорил о поле времени Я предлагаю в моих книжках термин хроноинформационное поле Информационный аспект состоит в том, что прошлое, настоящее будущее действительно существует одновременно И как раз он, он не был биологом Но я помню, где-то незадолго до смерти приглашал его на биологические конференции И его доклады очень имели большой успех именно среди биологов И он очень много почерпнул от биологов Биологи в известной степени могут сказать А насчет предсказания будущего Потому что животные в какой-то степени предчувствуют будущее Ну, допустим, есть известное поверье среди моряков Что крысы убегают с корабля, которым предстоит утонуть Недавно рассекретили данные по военной и по северным конвоям Оказалось, что, вообще говоря, это соответствует Это достоверно Ну, сейчас рассекретили данные по ядерным испытаниям Перед ядерным взрывом животные покидают поливор Это известно У собак начинается паника и так далее Ну, вот наш покойный друг Чернокров Тоже рассказывал, что он работал в экспедиции в Индонезии В 2004 году там было цунами страшное Которое погубило сотни тысяч людей Животных практически оно не погубило Животные ушли Я работал некоторое время на Кубане Не знаю, там была авария на Кубанской гидроэлектростанции Которая залила несколько саниц Но, оказывается, кошки и собаки перед ним бежали Ну, скажем, катастрофия Ну, есть, это данные известны Но считается, что, скажем, перед штормом Животные слышат инфразвуки Перед землетрясением Ну, извините, что они могут слышать Перед взрывом ядерной бомбы В момент, который засекречен Откуда животные на Кубане могли узнать Что какие-то головотяпы на Кубанской гидресс Организуют аварийный сброс воды То есть это именно проскопия Именно предсказание будущего У людей это тоже в известной степени существует Я беседовал с многими фронтовиками В том числе с моим папой У солдат такое бывает У нас солдат скажут Меня сегодня убьют Как правило, это происходило Даже если ему в этот день не пошлют на передовую Даже если перебросим на участок фронта Где-то он да погибнет То есть иногда это срабатывает Ну, у каждого у нас в жизни были какие-то случаи Предсказания Но поскольку нет теории Мы не можем этим активно пользоваться У животных это выражено сильнее Ну и вот к вопросу о снежном человеке Я считаю, что есть один биологический вид Снежный человек, у которого Вот эта способность Которая у нас чуть-чуть выражена У животных сильнее А у него выражена В качественно более высокой степени Поэтому практически его невозможно поймать И, соответственно, мы не можем делать Какие-то программы Опираясь только на данные зоологии На данные о том, как ведут себя обезьяны То есть это можно В связи с этим Козлик вот интересовался проблемой Межзвездной связи Ну, вот о чем и наш Пух Чернопров Много говорил Известно, что когда начался вот этот космический бум Полет спутников Полет Гагарина Тогда сначала путем личной инициативы Потом в рамках международных программ Сети и так далее Стали прослушивать Вселенную И вообще говоря Ни одного разумного сигнала Другие цивилизации не поймали Ну, Вадим Чернопров говорил, что есть несколько сигналов Которые могут иметь искусственное происхождение Но все это Серьезной информации из них не извлекли Ну, Козлик говорил, что, конечно Извините, какая же эта связь может быть Если задаем вопросы А ответа будем ждать годами и десятилетиями Ну, это же не серьезно Ну, во-первых, тут есть выход на гравитационное поле Которое сопоставляется по-видимому Бесконечной скорости И которое чуть ли не отвергается теории относительности Ну, и есть еще какое-то поле Которое одновременно функционирует во всей Вселенной Через которое высшие цивилизации Если они, конечно, существуют Могут Нормально в режиме реального времени Вести общение друг с другом Ну, это уже мы вступаем в область недоказанного Но, по крайней мере, это тема для размышлений Второй аспект, с которым я говорил Когда, значит, разминал его рассказы В камере смертников Это аспект энергетический Началось это вообще с горения Солнца Он сосчитал, и это было признан наукой Что термоядерные процессы не могут обеспечить горение звезд Ну, в это время как раз Сло освоение ядерной энергии И как-то чуть не как аксиома вошло в нашу жизнь Что вот горение звезд происходит за счет термоядерных реакций Там происходит что-то другое И вот, согласно мнению Козырева Космическая энергия Вот это вот третье поле Которое он называл поле времени Или хроноинформационное поле Преобразуется в энергию И обеспечивает горение звезд Ну, в свое время этим заинтересовался Этими работами Отдел идеологии ЦК КПСС Его, конечно, и травили, и сажали Но потом как-то его все-таки после отсидки прикрывали Его, и в частности Идеологи из отдела ЦК КПСС Или из отдела идеологии Пытались найти решение вопроса Ну, на сухом архиве, конечно, это был теорий Возможно ли тепловая смерть мира? Согласно физике, действительно, рано или поздно Прекратятся все процессы, и Вселенная умрет Но если допустить, что есть еще один источник энергии Тогда как бы идея тепловой смерти мира Ну, вроде бы не очень писающийся маршизм-леденизм отвергается Ну, по большому счету, конечно, это скорее упражнение для ума Но упражнение достаточно интересное То есть это энергетический аспект И еще один аспект, насчет которого мы говорили с Николаем Александровичем На который меня подтолкнули работу уже последнего времени Ну, чисто биологический аспект Если это поле преобразуется в энергию горения звезд Что же может происходить с планетами? Ну, я как биолог интересовался вопросами эволюции В частности, вот, динозаврами интересовался Ну, известно, что динозавры достигали массу 50 тонн Отдельные 80 тонн Я видел, скажем, остатки гигантозавра Найденного, который вот в музее натуральной истории Вены Беседовал с биомеханиками Биомеханики, в общем-то, рассчитали Что такие объекты не могли двигаться по Земле Что касается летающих ящеров То, по расчетам биомеханики На маршщем полете Можно поднять 20-22 килограмма С помощью мышц Ну, это было эмпирическо Если плотность другая была раньше Ну, такое вот предположение есть Насчет плотности Хотя, ну, собственно, ничем не доказано Вот, плотности Ну, в конце 19 века попытки были Икаров, которые ни к чему хорошему не приводили Летающие ящеры весили 75-100 килограмм Ну, если допустить, что силы тяготения была меньше Тогда, значит, приходится искать Какой-то возможный путь формирования Массы из космической энергии В земном гидре Ну, вот я тут схему Вегенера привел Ну, все, я думаю, хорошо знают Схему идеи Вегенера Насчет того, что когда-то была единая Пангея Единая Земля Единая суша Потом она, континенты стали расползаться Ну, это доказанный факт Но даже сам Вегенера, Альфред Вегенера Выдающийся немецкий ученый Который в 30-е годы открытывал эту идею Не знал, что там толкает материки Ну, вот сейчас с разных сторон Многие ученые подходят к представлению о том Что все-таки, по-видимому, Земля увеличилась размер Ну, и здесь вот некое, получается, дополнение к этим идеям Хотя тут, конечно, очень много остается неясного Я взял расчеты Вегенера Где-то у него получалось 20 сантиметров в год Скорость движения континентов Тогда за 100 миллионов лет Получалось, что Земля могла увеличиться в два раза Ну, объем, естественно, в Кубе возрастал в 8 раз Но это объясняет то, почему самые крупные динозавры Были в 8 раз крупнее современных слонов Ну, тут можно, конечно, еще и дальше рассуждать на эту тему Растения тоже, кстати, самые большие были в тот период Сейчас этих высоких растений нет Ну, до динозавров на Землях Азианичали гигантские амфибии Которые все-таки меньших размеров достигали Ну, рассуждать о циклических изменениях размера Земли Это уж, пожалуй, будет слишком фантастика И поэтому на этом мы вот эти рассуждения, пожалуй, остановим Вот, ну, то, что Земля могла увеличиваться За счет некого еще физического поля Поля времени, то, что звезды могли гореть Вообще говоря, это достаточно серьезная Ну, если не теория, по крайней мере, страшно обоснованная гипотия К этой идее примыкает еще один Еще один взгляд на Который я, значит, пытался вот здесь рассмотреть Это идея того, что я знаю, франа изменить Цена, которую я ввел в науку в конце прошлого тысячелетия То есть все живые системы плывут в поле времени Ну, известно и то, что существует определенная вариация Взаимоотношений живых систем с полем времени Ну, это достаточно хорошо известно и в повседневной жизни Ну, вот присутствуют девушки, которые знают, что, скажем Месячные могут немножко раньше, немножко позже наступить Мы знаем, что люди различаются по скорости старения По скорости взросления Вот, допустим, ученые, они обычно долго сохраняют инфантильность Однако живут достаточно долго Ну, скажем, мой папа, он еще в 90 лет ходил на работу Писал статьи Вот, ну, сейчас я сотрудничаю с наследниками Углова И что в «Гармонии долголетия» издали, тоже у меня с собой есть Что-то, говорю, Чуглов, 95 лет водил машину, делал операцию, 100 лет читал лекции Вот, то есть есть определенное разнообразие Вот, есть люди, которые, наоборот, в ускоренном темпе живут Ну, в свое время Цезарь Ламбразо, удающийся итальянский биолог, психиатр Обратил внимание на то, что люди с криминальными наклонностями имеют другую биологию, чем нормальные люди Они быстрее развиваются, быстрее стареют, быстрее умирают Ну, это известно, что уголовники в 40 лет уже дряхлые старики там и так далее Ну, я помню, еще мы, когда были мальчиками, детишками в младших классах Уже почувствовали, что есть несколько типов людей Есть нормальные ребята, есть шпанат Вот, и она выявляет уже в 7-8 лет Что, понятно, уже в 12-14 лет это уже взрослые мужики Естественно, плохие мужики, которые пьют, курят, знают цену деньгам, бегают за девочками и так далее В 30 лет они уже пожилые, в 40 лет они старики Вот, ну, это тоже известно Я помню, интересовался в свое время биографией самого знаменитого бандита Аль Капоне В истории, значит, он в 14 лет уже был уголовником В 20 лет был известным уголовником В 25 лет вором в законе В 30 лет его посадили В 40 лет был дряхлым ум с насталым стариком Ну, вот тоже есть такое вот разнообразие На это я натолкнулся, еще работая с дрозофилой На эти идеи Когда, ну, этот дрозофил, наверное, самый изученный организм на Земле Вот, и известно, что у него очень быстро проходит цикл эмбрионального и постэмбрионального развития Ну, во всех книжках написано, что эмбриональное развитие у дрозофилов длится 20 часов Представляете, как быстро все, насколько удобно лабораторный объект Но когда мы стали это дело изучать более подробно Оказалось, что у некоторых дрозофил проходит за 12 часов, а у некоторых за 30 часов И так вот я ввел понятие количественная и качественная хроноизменчивость Количественное и качественное различие во взаимоотношении с потоком времени Ну, как утверждает генетика, любой признак подвержен, так сказать, разнообразию В том числе и взаимоотношения между биологическими системами и потоком времени В известной степени подвержены определенному биологическому разнообразию Вот, это, я не скажу, докладывал на международных конгрессах Вот эти мои идеи Ну, они получили развитие уже независимо от меня Ну, русскую науку в мире не очень-то признают, конечно Вот, и американцы с конца 20 века попытались уже экспериментально подтвердить существование вот этого хроноразнообразия И в 2017 году получили Нобелевскую премию Это вот американские ученые Майкл Янг, Майкл Росбаш и Джеффри Хилл Они у нашли у дрозофилы реальные гены, которые определяют скорость взаимоотношения антогенетических процессов с потоком времени И за это, собственно, и получили Нобелевскую премию Таким образом, действительно получается, что время все-таки является некой объективной субстанцией С которым определенным образом взаимодействуют, взаимоотносятся все организмы, которые живут на Земле Ну, я предлагаю вам, значит, если в какой-то степени это интересует Вот эти вот идеи у меня изложены Вот в этой вот книжке «В дебрях времени» Где я, ну, моделирую Сначала чисто теоретически рассматриваю вот эти положения И привожу несколько рассказов о том, каким образом может развиваться человечество дальше В условиях существующих закономерностей взаимоотношений с потоком времени Так что, если кому-то интересно, ну, значит, я это могу предложить Ну, и для того, чтобы поднять вам настроение немножко Я позволю еще три минуты у вас занять Это я пытался здесь Вот мы тут говорили о информационных революциях О взаимоотношениях человека с информационными носителями Вот, ну, я выдвигал такую мысль, что все-таки побеждает та система Которая более адекватно использует возможности информации Существующей на данный период Ну, как, скажем, перья Чингисхана выросла за счет того, что они создали Самую эффективную в мире почтовую связь Тут надо заметить, что направление развития человечества в эту сторону было кем-то предсказано Ну, вот, когда сейчас перечитываем Орвала Хаксли Вот, видим, что писатели знали, куда человечество катится И, значит, какую-то информацию с будущего в какой-то степени можно получить Вот, ну, значит, я просто хотел вас убедить в том, что время действительно является объективной субстанцией человечества Плывет в его потоке Что-то в какой-то степени можно предсказать Если, конечно, ученым разжигать руки, и они будут нормально работать А не в той ситуации, я, кстати, должен был в этом году ехать в Вену Председательствовать на международной конференции роль вируса в биосфере В последний момент пришло сообщение Европейское сообщество признало тему неактуальной И проведение конференции эту тему запишет Вот такие вот, так сказать, реалии Так что надо адаптироваться к тем реалиям, которым мы живем И держаться друг за другом Ну, если кому-то интересно, значит, пожалуйста, моя книга по информации Моя книга по времени Папина собрала по сочинению Последнее, вот Я коллективную монографию за всю кафедру написал Истоки мировых религий, развивая папиной идеи И вот моя книжка про коронавирус Которую я написал во время первой самоизоляции Ну, ладно, я думаю, что вас немножко утомил Поэтому давайте сейчас мы закончим Если вопросы есть, то... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!